Здравствуйте! Я живой свидетель, что наш Господь – Его Варафа. Это случилось в моей семье два года назад. Сначала моя младшая сестра Марина позвонила, что болит спина. Ей делали обезболивающее. И в мае 2016 года она позвонила и сказала, что она умирает. Это тяжело, когда твои родные в таком состоянии. Но я ей сказал по телефону, подожди, умирать, давай помолимся. Веры было очень мало. Был страх. Когда приходит страх, то вера куда-то девается. И знаешь, что в веру отслышания, отслышание от Слова Божия, мы стали по телефону перебирать, какие слова нам подарил Господь для того, чтобы мы исцелялись. Конечно, Исайя 53, 3, 5. Иисус понес немощи и болезни. Ранами в умы исцелились. Повторяя за мной, Марина, не знаю, насколько верила, но она повторяла. Первая Петра 2, 24. Сам Иисус Христос телом своим вознес ко древу всякий грех. И она каялась за все грехи. Мы много людей прощали. Прощали мужа, который ушел из семьи. Прощали директора, заучу, она работала в школе. Многих прощали. И все время повторяли золотые слова от нашего Бога. Что если будем слышать голос Бога, делаем благоугодное перед Его очами. Это исход 15, 26. То Он не наведет тех болезней, которые навел на Египет. Потому что Он Бог-целитель. И вера возрастала. И удивительным образом нашлись люди, которые помогли в онкоцентре в Краснодар практически за короткое время провести обследование. Выяснилось, что рак четвертый стадии, что метастазы в легких, в позвоночнике, что неоперабельное. Но вера-то возрастала. Назначили химиотерапию. Марина облысела, потому что красная химия самая жесткая. Удеваться. И потихонечку исцеление приходило. Не сразу. Тогда, когда она не могла читать Библию, она включала, ей записала молитвы. И Слово Божие. Она слушала. И в молитве согласия с младшим сыном каждый день они молились за исцеление. Прошло буквально четыре месяца. И она в декабре шестнадцатого года вышла на работу. Я упустил один момент, когда было тяжело, когда в ее сердце был страх. Я ее попросил за собой повторить, что если Иисус тебя исцелит, ты будешь в церкви свидетельствовать. И вот, когда мне сообщило, что она выходит на работу, что она уже нормально себя чувствует, она уже может даже убираться дома, что-то готовить. Уже живой человек. Я говорю, ты помнишь, обещала? Она, да, да. Я сдержу свое обещание, я приду в церковь. И потом она звонит и говорит, я уже десятые сутки не сплю. Я говорю, иди в церковь. Она пришла в церковь, свидетельствовала, и тут же сон восстановился. Удивительным образом. В прошлом году, накануне начала учебного года, она не сказала комиссии, что она инвалид второй группы, прошла обследование, анализы, клинические крови и так далее. И вывод комиссии, что она абсолютно здоровая. Аллилуйя! Сейчас она работает в двух школах по совместительству. И в церкви начала участвовать в репетиции, в прославлении. Слава Богу! Я хочу сейчас помолиться, помолиться, потому что чувствую, Господь хочет исцелить у кого-то больные вены. И вообще, если речь сосудистая система, сейчас, у кого часто болят ноги, положите свои руки на ноги и представьте, что Иисус здесь, и Он царствует. Господь, спасибо Тебе, что Ты – Иегова Рафа. Мы благодарны Тебе за все, что Ты нам даешь. Мы благодарны Тебе, что Ты – такой любящий, такой чудный Бог. И просим Тебя во имя Иисуса Христа, как написано в 14 главе Атеана, «Чего не попросите у Меня, говорит Иисус, Я то сделаю». Иисус, во имя Иисуса Христа, открой сейчас небесные окна, чтобы прямо сюда, в этот зал, излилась исцеляющая сила, которая прямо сейчас входит в артерии, в вены, в капилляры и очищаются сосуды, становятся эластичными. Господь, исцели. А всякий дух гипертонии, всякий тромбофлебит, мы изгоняем Тебя вон во имя Иисуса. Исцели. Исцели всю нашу внутренность, Господь. Ты все можешь. Ты великий, славный Бог. Ты отвечаешь на веру. Господь, и вера наша возрастает, потому что Ты способствуешь этому. Иисус, очисть сосуды, исцели. И восстанавливается сейчас обмен веществ. Господь, восстанови обмен веществ, чтобы все процессы были правильные. А кому-то надо изменить ДНК. Там, где есть информация в молекулах о болезни, да будут стерты вся информация о болезни. Господь, замени эти фрагменты ДНК на новые, в которых нет информации о болезнях. Иисус, спасибо Тебе. Ты так благ. Ты такой любящий. Ты такой классный, мой Бог. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты всегда рядом, что Ты готов помочь. Ты откликаешься на просьбу вопиющих к Тебе верующих людей. Господь, укрепи нашу веру. Укрепи, Господь, чтобы мы от чистого сердца стремились возносить самые лучшие слова Тебе, хвалу великому Богу. Славься, славься во веки веков чудный, прекрасный, замечательный наш Бог. Скажи Аллилуйя! Аллилуйя Господу! Слава Тебе! Аминь. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Играет�